Всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем канале о вязании. Сейчас будет вторая часть детского гардероба. Это уже гардероб для мальчика и моему сыну один годик. Это младший ребенок, у меня есть дочь и сын. Для мальчика у меня не так много вязаных вещей, как для девочки. Вы можете перейти по ссылочке и посмотреть, что я связала для дочери. А сейчас я расскажу о том, что я связала для сына. Первым это будет свитерок, который перешел ему по наследству. Это реглан, серый регланный свитерок. Он связан из акрила. Но это такой приятный мягкий акрил, я не помню его название. Свитерок связан раздельными частями. То есть перед отдельно, спинка отдельно, рукава и кетлевка. Все связано отдельно. Это у нас платочная вязка. Свитер очень лаконичный, простой, не жаркий. И в то же время он греет достаточно. Вот на погоду демисезонную, то есть это весна или осень, вот такое изделие, я считаю, очень даже подходит под легкую ветровку, под курточку. И несмотря на то, что связан свитер из акрила, я абсолютно этого не стыжусь, потому что вещи для детей, детей маленьких, которые очень быстро вырастают, я не вижу смысла покупать что-то дорогое. И иногда даже акрил в носке в своих качествах даже лучше, чем меринос, который закатывается, или шерсть, которая колется. В общем, я думаю, что для детей акрилу это очень хорошая альтернатива. Тем более сейчас акрил такой качественный бывает, что даже не отличишь. Кто со мной согласен, пишите, кто не согласен, тоже пишите. Я люблю не только хорошие комментарии, но и те, которые с небольшой такой критикой, но конструктивной, когда человек выражает свое мнение. И тогда и я задумываюсь, а возможно, есть другие варианты, а не только те, которые у меня в голове. В общем, пишите свое мнение об акриле для детей. Следующее изделие, это вот такой вот смешной свитерок с мишкой. Эту идею, вот этой вот мишки, я подсмотрела у Татьяны, подпишу фамилию, извиняюсь. И сам свитер я вязала уже из головы, а вот именно этого мишку, вот саму вышивку с такими вот ушками, я подглядела на нее, он мне очень понравился. Это реглан сверху, вот такой вот с пуговицами на регланной линии. И это очень удобно, хотя мы не расстегиваем полностью все пуговки, а только, наверное, верхнюю вот, да. Но вообще это очень удобно для маленьких детей. Вот. И довольно симпатично смотрится. И главная линия здесь связана у меня изнаночными петлями, две изнаночные пущены. Вот такие вот полосочки на рукавах и внизу коричневого цвета. Пряжа это Lana Gold Classic, которая осталась от моего платья горчичного. Я размахнулась, конечно, у меня слишком много было этой пряжи. И вот, чтобы она не лежала даром, вот такой вот цветрок. И тоже он носится на какую-то тонкую кофточку обязательно, потому что если на голое тело, это будет неприятно для ребенка. Но на самом деле это очень теплый свитер. И он спасает в любые морозы ребенка. И поднимает настроение маме и окружающей. Дальше. Это вот такие вот штанишки. Со спорными звездочками на коленях. Спорными, потому что, как оказалось, что по понятиям эти звезды, там что-то по тюремным понятиям не надо делать. Но мы так далеки от этого мира. Поэтому, я не знаю, вот пришла мне такая идея. Сделать звезды такие оранжево-горчичные на коричневом фоне. Ну вот я их и сделала, не заморачиваясь. А потом уже я узнала, что оказывается, какие-то понятия существуют. Но я уже не буду ничего переделать, мне дать. Это YarnArt джинс в две нитки. Связаны сверху вниз штанишки. Здесь у меня в одну ниточку резинка. И далее в две нити. Штанишки очень удобные, классные. Они с росточком на попе. Тут повыше, тут пониже. И с отворотами, чтобы на дольше хватило. В общем, штанишки неплохие. И они сочетаются. Следующую покажу тоже вещи. Залетку. В общем, такой вот костюм-тройка получился. И вот такая вот жилетка для сына. Связана уже узором жемчужным. Двойная резинка по низу. Здесь. Здесь у меня просто крючком обвязка. Две пуговки здесь на плече. В общем, тоже очень удобная вещь. Я как-то в последнее время надумываться о том, чтобы вязать не просто какую-то красивую вещицу, милую такую, чтобы сфотографировать ребенка и все отложить. Чтобы вязать, чтобы вязать вещь какую-то практичную. Но при этом она может оставаться так же милой. Еще следующая вещь. Это у нас комбинезон. Связан из Суперлана Классик. Вот такой вот он. Достаточно большой. У меня сейчас ребенку год и три, год и четыре почти. И он на него как раз, я думаю, что еще на эту весну до конца точно хватит. Тут осталось-то, конечно, май. Май нам остался. Точно хватит. А на осень уже, наверное, будет мал комбизик. Я вязала его снизу вверх. Штанинки связала, соединила. Здесь, по-моему, был небольшой росточек даже где-то. В общем, довязала я до верху. Связала отдельные рукава. Или набрала. Или набрала, да, на четыре спицы. Связала рукав второй. И сделала обвязку. Не хватило пряжи таких цветов. Вот пришлось немножко другого цвета. Но этот комбинезон был чисто под зимний комбинезон. Не для показа. Где-то. На людях. Нет-нет. Это из остаточков. Вот я такое вот вязала. Но он неплохой такой получился. Сочетание цветов приятное. И если даже раздеться в гостях где-то. Я думаю, что нормально смотрится. Кто не умеет вязать, для тех так вообще шикарно. И последняя вещь для моего сына, связанная мамиными руками, это вот такой вот великолепный кардиган пальто. Сейчас пуговицу не стягну. Кардиган пальто. Вот такой вот он. Толстенький такой. Тепленький. Сюда ушло у меня пять мотков. Нет, не пять. Но четыре где-то с половиной. Соответственно, четыреста пятьдесят грамм где-то он весит. Достаточно такой увесистый. Но он очень теплый. Почему он? Оно. Пальто. И связала его я по описанию из интернета. Я ссылочку вам оставлю. Кто желает, также может связать такое пальто. Единственное, что там нужно свои, конечно же, расчеты немножко учесть. Потому что пряжа у всех разная, потому что высота, рост у всех разный. Шон тоже. Надо, чтобы он был свободным, чтобы можно было еще шапочку туда поддеть. В общем, небольшие, конечно, изменения я внесла. А вообще вяжется довольно-таки просто. Тем более из толстой пряжи. Это также ланаголд. Макси, по-моему. Макси. В общем, здесь у меня один моток голубого, один моток темно-синего, такого джинсового. И два с половиной мотка серого цвета, такого темно-серого. Вот. Я вставлю фотографию, как это смотрится на моем малыше. И я померила на дочку. Дочке три года и три месяца. И он на нее также как раз. Этот кардиган. Даже, ну, он сидит как куртка. А на сыне он чуть-чуть удлиненный такой. Как пальто. Вот и все. Это все вещи, которые я связала для своих детей, которые они сейчас носят. Связала, я говорила, да больше, конечно, но те, которые они носят сейчас, вот они все я вам показала. Кто еще не видел гардероб для девочки, переходите по ссылке, смотрите. Там тоже есть много чего интересного. Возможно, что-то для себя возьмете. Возможно, мне что-то подскажете. Что еще связать для своих детей. Я хочу пожелать напоследок здоровья вашим деткам. И у кого их нет, кто о них мечтает. Я желаю, чтобы у вас в скором времени все получилось. А также я хочу пожелать всем хорошего настроения. И подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего хорошего. Пока.